Дизель Шоу Добрый вечер, дорогие друзья Добрый, добрый, добрый вечер Давайте сейчас все мужчины поздравят наших женщин с 8 марта Давайте Есть мужчины? Да Да Да-да-да-да-да И из Сталина кто-то приехал, да? Да-да-да-да Есть мужчины в зале? Да Отлично Давайте все мужчины С днем ра... А, нет С 8 марта Тихо-тихо С 8 марта вас А балкон мужчины? Ну как кричит? Женщины Давайте С 8 марта вас Скажите, а на балконе только три мужчины, да? Еще раз С 8 марта вас Женщины Отлично С 8 марта вас Женщины С восьмым марта всех вас! Отлично! У каждой женщины 8 марта проходит по-разному. Давайте посмотрим, как это происходит у молоденькой девушки и умудренной опытом женщины. Под ваши аплодисменты, пожалуйста. В семь утра. Мой милый разбудил меня поцелуем и куда-то убежал. Наверное, за цветами. Ну шо ты ёрзаешь? В семь утра дай хоть в праздник поспать. 8.08. Любимый прислал мне восемь сообщений с поздравлениями. О, эсэмэс от какого-то оператора. «Витаю, мы вас здесь светом». Он принес мне завтрак в постель. Это так романтично. «Куда ты это всё тащишь, скотина ты такая? Потом же на крошках спать буду». «Иду в салон красоты делать прическу и маникюр». «Помыла голову». «Сгораю от любопытства. Что же он мне подарит на этот раз?» «Подарка особо не жду. В этом году мне уже плащ купили. Нафига мне плащ?» «Вернулась домой, а вся квартира усыпана лепестками роз». «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, а кто это у нас ёлку вы?» «Мой такой выдумщик подарил мне плюшевого мишку на воздушных шарах и тюльпаны». «Никакой фантазии. Уже где-то бухнули». «Надела новое платье с разрезом. Надеюсь, ему понравится». «Достала старое платье. Не влезла. Теперь разрез на всю спину». «Мой Андрюша решил провести со мной весь день. Только я и он. Мы вдвоём». «Куда ты уже намылился? Маму встретишь. А потом на все четыре стоят». «Идём с моим пушистиком в ресторан. Во французский». «Вот тебе список продуктов. На сдачу можешь купить себе безалкогольного пива». «Впервые с Андрюшей попробовали устриц». «Убрала. Постирала. Вымыла. Сварила. Нарезала. Будь ты плохой. Борщ на столе». «Сходили в кино. И весь фильм проплакали вместе. Любовь есть». «Вот ты не можешь не клацать каналами, а?» «Мой Андрюшка снял номер в пятизвёздочном отеле. Это будет незабываемая ночь». «Так, в спальне ляжет мама. Мы спим в зале. Та ещё ночка будет». «Приняли ванну вместе». «Сходи в душ. Я чистая постельная поменяла». «Мой Милый читал мне стихи, потом долго целовал, а потом мы занялись любовью». «Куды ты, Лиза? Выпил пиво и всё захотелось мне». «За ночь мы занимались любовью пять раз». «И ради этого стоило меня будить». «Мы занимались любовью, потом болтали, потом болтали, потом снова занимались любовью. И так всю ночь до утра». «Я последний раз тебе повторяю, не храпи». «Боже, когда он рядом со мной, хочется остановить время». «Боже, когда уже на работу?» «Это было лучшее восьмое марта за всю мою жизнь». «А какое сегодня число?» «Праздником женщины». «Дизель-шоу». «Нелюбимый зять впервые угадал с подарком своей тёще на восьмое марта, когда развёлся с её дочерью». «А бывают зятья, которые в этот день хотят сделать подарок не только тёще, но и себе». «Смотрим». «Давайте, давайте, потому что не успеем! Давайте идём, идём, идём!» «Звечёк, а это точно безопасно?» «Да точно вам говорю, сколько лет мы знакомы с вами, мама!» «Я потому и спрашиваю, а самолёт точно в Египет?» «Да в Египет, в Египет, мамочка!» «А чё с поля стартуем, Саша?» «Мама, это очень горячая путёвка! Может, вы вообще в последний раз летите?» «Что? Ну, по такой цене! Давайте, мамочка! Где мой багаж?» «Да в самолёте уже, мамуля! Давайте, идите, идите! Вы сейчас на самолёт не успеете! Я потом об этом всю жизнь жалеть буду!» «Санечка!» «Яна, а ты почему не на работе?» «Да я отвратилась!» «Ну что, мама согласилась?» «Конечно!» «И чё, прям так легко?» «Ты знаешь, так легко пошла, как тёща под лёд!» «Саша, ты ей точно сказала, что у неё прыжок с парашютом?» «Да, конечно! Наша ж мама сюрпризов не любит!» «Ну, конечно! Потому что твои сюрпризы всегда одним и тем же заканчиваются!» «Яна, что ты такое вообще говоришь? Я всегда для мамы всё самое лучшее!» «Вот вспомним хотя бы купание с дельфинами!» «Саш, с касатками!» «Ну, на фоне мамы они были как дельфины!» «Или вот, соседку её, вот эту подружку, в дом к нам пригласили!» «Саш, ты змею принёс!» «Но они же подружились!» «Или...» «А на пикник я её вывозил!» «Пикник? Ты просто вывез её в лес и оставил там одну с лопатой!» «Да, хорошая попыточка была!» «Саш, я тебя прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты делаешь последний раз такой экстремальный подарок!» «Я надеюсь!» «Саша!» «Обещаю, обещаю, да!» «Ты знаешь, так неудобно, не успела с мамой попрощаться!» «Яночка, Яночка, Яночка! Успеешь ты ещё со своей мамой попрощаться? У тебя ещё целых три дня будет!» «Нет, ты знаешь, что я всё-таки ей позвоню!» «Ну, Ян, ну, 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 ну...» «Алё, мамулечка, привет!» «Слушай, а как ты так согласилась?» «В Египет?» «Саша, ты сказал маме, что она летит в Египет!» «Ну, я же не знаю, где она приземлится! Ветер сегодня сильнейший просто!» «Саша, ты её обманул!» «Нет, я сказал, мама, возможно, вы приземлитесь в Египет!» «Мамочка, не переживай, всё будет хорошо!» «Вот так вот всё будет!» «Саша, а если вот так всё будет, почему она кулаками бьётся в иллюминатор?» «Яна, Яна! Стыдно не знать! Это ж старинное лётное прощание!» «Давай вместе!» «Какая мобличка! Какая хорошая!» «О-о-о-о!» «Ну, теперь-то точно всё будет хорошо!» «Саша, Саша, то я как-то переживаю!» «А что, самолёт уже улетел?» «Да! А вы что, тоже прыгать хотели?» «Вообще-то да! Я же инструктор!» «Вы кто?» «Подождите! Самолёт улетел! В нём моя мама! Господи, где вы были?» «Да меня кто-то в туалете закрыл!» «Пока прёт!» «Подождите! Если она там без инструктора, у неё же запасной парашют должен автоматически открыться, правильно?» «Конечно! Запасной открывается всегда автоматически! Давайте я вам на её парашюте как раз и покажу!» «Вот здесь запасной вылетает!» «Чей это парашют?» «Ой! Це ж ваш, вы не забрали! Це, получается, я вам деньги должен!» «Не надо, не надо! Это такая мелочь, господи!» «Саша, она там без парашюта!» «Да, Ян, не волнуйся! Ты же знаешь свою маму! Она по-любому кого-то парашют отберёт!» «Подождите! Ну, она же не прыгнет без парашюта!» «Ну, по инструкции, все, кто на борту, должны прыгнуть!» «То более, там сегодня Михалыч, он за этим астрологом следит!» «Подождите! Этот же Михалыч не выпихнет мою маму без парашюта!» «У него осячек не бывает!» «Я же говорю, профессионалы!» «Саша!» «Пошла!» «Саша! Что-то идёт не так!» «Всё идёт отлично!» «Саша! Почему она руками машет?» «Это она нас приветствует!» «Мамульска! Привет, мама!» «Саша! Саша! Нужно что-то сделать!» «Да, да, да, да! Конечно! Вот так и хорошо будет!» «Саша! Это не смешно! Вот была права мама, когда говорила, что у тебя куриные мозги!» «Один-один, мамульска!» «Вы можете что-нибудь сделать?» «Могу сделать вам скидку!» «Саша! Мама! Падает!» «Да ладно, Ян, ну чё ты переживаешь? Может, она не упадёт вовсе!» «Это как это?» «А вот так! Собьёт её наша доблестная ПВО!» «Как летящий, неопознанный, вечно матерящийся объект!» «Саша! Вы можете сделать что-нибудь полезное? Я не знаю, там, подстелиться её сено, солому, что ещё там есть мягкое?» «Пух мягкий!» «Точно! Пусть земля и бьёт!» «Саша! Мама! Мамочка! Не переживай! Всё будет хорошо! Мы что-то придумаем!» «Мамуля! Мамочка! А вы левее забирайте! Левее! Левее!» «А что там левее?» «Кладбище! Я просто хотел сэкономить на доставке!» «Саша! Подождите! Посоветуйте ей что-нибудь!» «Расслабьтесь!» «Мамочка! Расслабься!» «Расслабленное тело получает меньше переломов! Это я вам говорю как профессионал!» «Мамуль, вы уж там напрягитесь!» «Саша!» «Мамочка! Вы пока там сверху гляньте, на окружной пробка рассосалась! Нам стоять или ехать!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Боже мой! Мамочка! Все хорошо! Все хорошо!» «Обожди!» «Здравствуйте! Это опять я! Да, на сегодня мероприятие отменяем! И столовую тоже! Ага!» Алло, не, ничего не отменяем, только яму поуже и оркестр не надо, я ему сама спою, я тебе сама спою, ты, ну, выйдя! Ну, бывает. На утро после корпоратива менеджеру Андрею все готовили кофе, угощали бесплатной пиццей и даже подняли зарплату, но он так и не удалил фотографии. А теперь представьте, корпоратив в компании, где работают 100 женщин и всего 4 мужчины. Эй, мужик! Кто тут? Тш-ш-ш! Закрой на нижний, на нижний! От верхнего у них есть ключи! Все? Да. Закрыл? Давай, давай, помогу. Черт! Хвоста не было? А, вроде нет. Хорошо. Так, я, значит, тут собрал немножко водички там съестного, на пару недель нам должно хватить. Зачем на пару недель? Завтра уже все, 10 марта. Я тут 10 лет работаю, салага. Хочешь жить, просто делай, что я говорю. Подождите, у них алкоголь, это максимум на 5 дней. А средства для снятия лака? А духи? А дозаказать? Ты это не считал, да? Молодец. Ну, ничего, зато я полицию вызвал, так что... А вот это ты сделал напрасно. Теперь у них еще есть и оружие. Ай, сколько вам раз повторять, я не стриптизер, я полицейский! Откройте полиция! Откройте полиция! Откройте полиция! Как ты прорвался, браток? Первый день. У меня сегодня первый день. Все, 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 все. Успокойся. Патроны остались? Последний. Прибереги для себя. Ну и денек. Помогите. Кто-то из наших. Помогите. Блин, это директор наш. Я пойду. Куда ты пойду? Ты же не вернешься. Кто-нибудь. Ладно, Олежка. Возьми вот эту. Что это за хрень? Это просто серая хрень. Размахивай ей и кричи, крыса. Выиграешь несколько секунд. Давай. Крыса, крыса, крыса. Крыса. Сработало. Мужик. Мужик. Бухгалтерша, опытная тварь. Да. Открывай. Открывай. Куда? Открывай. Ходи. Евгений Викторович. Еле ушли. Они мне всю спину и сцеловали. Черт. Да здесь просто красное месиво. Евгений Викторович, что они с вами делали? Они меня раздели и ели с меня фрукты. Вот зверюки. Бухгалтерша как схватила из-за банана. Водички. Водички, водички. Водички. А может сдадимся, а? Добровольно сдадимся. Ну, две-три минуты позора и будем дома. Что? Две-три минуты? А три часа издевательств, домогательств и унижений. Не хочешь? И это только от бухгалтерши. Ну что вы, бухгалтерша, бухгалтерша, ну давайте я возьму ее на себя, а? Ну здоровый же мужик. Расскажи ему. Последний, кто пытался это сделать, был в два раза здоровее тебя. Был? Был. А что с ним теперь? Этот мужик был. Я. Все соки из меня высосала, гадина. Успокойтесь, успокойтесь. Ай, мать! Мужики, спокойно, я свой. Какой-то свой. Какой-то свой. А ну давай, давай. Да свой я, свой, мужики. А ну возьми, порвай. Да свой я, свой я вам говорю. Аккуратно колготкой не порвите. Даже не взял подарок на 8 марта, вы чего? Свой, говоришь, да? Не верь я ему. Обыщи его. Вы чего там, свой-свой. Сейчас я спрошу. Фамилия любого футболиста. Милевский. Ага, Милевский не футболист, он клабер. Ярмоленко. Ну допустим. Запустим. А почему женщины подвое ходят в туалет? Да хрен его знает. Правильно. Я же говорю, свой-свой я, мужики. Разберешься. Есть только один способ проверить. Давай, а ну становись. 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 Вы что творите? Алло. Ну-ну-ну. Вот что? Свой. Боже. Свой. Я говорю, свой-свой я, свой. Ну ладно. А что ты плася напяли-то, а? Для маскировки. Думал, реально между ними там просто чисто. Все, уже все сделал. Дошел до двери. Только дверь открывай и... Ну-ну, на чем попалился? Зачесалась. А может и мы как-то прикинемся геями за ручку и... Чего? Да чтоб я когда-нибудь прикинулся геям. Вот тебе, понял? И не поможет это. В прошлом году мы с Евгением Викторовичем прикидывались уже. И что? Что-что? Они раскусили нас на второй минуте. Какого хрена мы лизались два часа, я не понимаю. Зато нас не били. Нас не били. Девочки, сейчас! Нашла! Вот она! Белый с аисты лечит! Да в конце-то концов. Мы мужики? Мы самцы? Да! Неужели у нас не осталось ничего мужского, а? Что мы ведемся, как трусы? Баба верно говорит. Ну, идите сюда. У меня план. Вот, план знания. Так, значит так, если мы пройдем по вентиляционной трубе, мы можем выйти вот здесь, в актовом зале. Ага. Ерунда, у них там этот, танцпол. Ну, не могут же они танцевать всю ночь? У них второе дыхание открылось. Откуда информация? Они туфли сняли. Так, тогда вот сюда вот можем... О, вот сюда выйдем на кухню. Нет! Там фрукты. Так давайте вызовем стриптизеров. Они их отвлекут, а мы... Поверь мне, я тут 10 лет работаю. Стриптизеры на этот адрес уже давно не выезжают. Да. Ну, когда-то же они должны уйти. Да у них же тут верхние вещи у нас в шкафу. Да, но они же как-то на Новый год ушли без верхней одежды. Тогда был пожар. Пожар? Да, они устроили пожар, чтобы вызвать пожарных. Да. Так, знаете что? Надоело мне вот это все. Я пойду. Я к детям. Я скажу, что я женат. Они меня пропустят. Олежка, не надо. Не надо. Олежка, ты не веришь. Не надо, Олежка. Ты что? Прощай. Ай, ну что же он сделал? Все, забудь его, забудь. Что? Прячьтесь. Бухгалтерша нашла с тисадминов. У них ключи от всех дверей. Черт. Это конец. Это конец. Наконец. Парни, мне было приятно с вами работать. Портос. Арамис. Атос. И Д'Артаньян. И Констанция. Спина к спине. Да. Давай. Дизельшн. Нет. . Вас остäusб. Давай. Дизельшн. Некоторые мужчины интересуются. Считается ли свадьба золотой, если они прожили 50 лет с пятью разными жёнами? А наша следующая песня о счастливой паре. Смотрим. Каждый день в квартире громкий смех. И будем мы с семьёй не такой, как все. Зая, 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 зайка моя. Уди, пуси, пуси, пусинка моя. Посуду моем вместе. Конечно, мы семья. А мусор кто бы вынес? Я. Нет, я. Нет, я. Мы женаты ровно год. И у нас как бы всё хорошо. Ну, как бы да. Есть пару мелочей, которые раздражают, конечно. Но стерпится-слюбится, мама говорит, пройдёт. Пройдёт. Мог бы не разбрасывать носочки по квартире. Хожу и собираю их, как будто я грибник. А что у нас на завтрак? Ой, опять яичница. Из двух яиц яичница. Спасибо за сюрприз. Зая, 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 зайка моя. Посуду ты помоешь? Конечно, я ж раба. А мусор твоя очередь. Вчера была моя. Ты что, меня не лю? Я лю, но очередь твоя. Мы женаты года три. Ровно три. Как всегда не помнишь дату. Ровно три. У нас всё как бы не очень хорошо. Это мягко сказано, а если так выражаться, полная задница у нас. Вообще друг другу не подходим. Мы абсолютно разные. И во всём этом, зая, ты виновата. Что? Я виновата? Ты виновата. То есть я виновата. А что? Я виноват? Ты виноват. Я виноват? Ты виноват. Я виноват. Ты виноват. Я. Ну а кто? 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 Сая, 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 сайка моя, завтра еду к маме. Фу, неделя без тебя, посуда, мусор. Ладно я, вот такая дружная трехлетняя семья. Мы женаты десять лет. Стои, стои. Слушай, давай разведемся и все, а? Давай разведемся, давно мечтаю. Все, завтра идем в суд. Завтра не могу, у меня завивка, давай послезавтра. Послезавтра мне машину чинить. Ой, ладно, не важно, главное, что решили. Решили. Фу. Мы женаты двадцать лет. Стерпится. А ты знаешь, что наша дочь замуж собралась? За кого за этого? Он же никакой. Ни мусора вынести, ни посуду. Ничего, ничего. Стерпится, слюбится. Ну да. Мы женаты тридцать лет, и у нас все хорошо. Дети выросли уже, и теперь мы можем делать чертишок. Каждый день мы делаем бутылки. Ой, да ладно, каждый день. В месяц, пару раз. Что? Мусор вынесу, пойду. Да пусть стоит. Ты о мусоре сейчас? Зая. Зая. Зая, 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 Зайка моя. Зай, подай конфетки. Зай, тебе нельзя. Меня позвали в баню старые друзья. Но только что без этого. Зай. Переживаю за тебя. Мы женаты сорок семь. Пятьдесят. И у нас все хорошо. Врачи так сказали. Каждый день мы делаем уколы. И ходим по квартире галышок. Вот дурачок. Мусор стала, Зая, труднее выносить. Тю, мусор, нас с тобою скоро вынесут. Надеюсь, в тебя первую. А я бы погулял. Зов даешь, раньше ты. Кстати, челюсть не видал. А то, что, Заяка моя, зубов у тебя нет. Это очень даже положительный момент. Вот второй дурак. Что? Грызть меня перестали. Зая, 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 Зайенька моя. Как же я люблю тебя. Я люблю тебя. Вот как бы я без тебя был. А я как бы без тебя. Мы не можем друг без друга. Зая, 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 Зая. Дизель-шоу. Дизель-шоу – это шоу без политики и пошлости. Но когда первая становится вторым, грех это не показать. Все знают, что Россия подала на Украину в лондонский суд по вопросу так называемого долга Януковича. Итак, последние переговоры России и Украины перед подачей в суд. Смотрим. Что-то опаздывают они. Да как обычно. Интересно, кого в этот раз пришлют? Не знаю. Даже имени не знаю его. У них же там постоянно министр. Каждый день меняется. Выбачьте нас, будь ласка. Люди добрые. Вы были прави. А мы хохли, как завжди, ничего не разумеем. Ось, уси гроши забрали усим народом. Наведь трохи больше. Забирайте и выбачьте ще раз. А думались все-таки. Вы такие наивные. Ну, я вас себе таким и представлял. Дать три миллиарда. Кому? Послушайте, вы кто? Я? Степан Грицко. На этих переговорах представляю реально народ Украины. Очень рад. Вы еще бишь наивнее. Блин, это же простой прикол. 50 рублей у вас на Киевском вокзале стоит. Ах, 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 ах. Ой, что ж, ах. Аж жарко. Ой, да это вот. Ой. Судя по вашей футболке, я так понимаю, денег вы нам не привезли. Сейчас будет рассказывать, что денег у них нет. А сами каждый месяц в МВФ кредит берут. Фу, хлопцы, как некрасиво. Раховать чужие деньги. Слушайте, я тут подумал. Мы же это в МВФ берем деньги, чтобы с вами расплатиться. А у вас берем, чтобы МВФ отдать. То может вы как-то напрямую будете деньги гонять без посредников. Скажите сразу, вы привезли долг? А что ты так спешишь? Зараз сыграем. И узнаем, кто кому еще должен быть. У меня тут новая колода. Вы собираетесь отыграть в карты такой огромный долг? Огромный? Тогда будем этой колодой играть. Она проверенная. Вы поймите, это 3 миллиарда. 3 и 9 нулей. Ууу, это велика сумма. Тогда будем играть вот этими. Так, прекратите поясничать. Что это поясничать, хлопцы? Вы нам должны 3 миллиарда. Нет. Должны 3 миллиарда. Нет. Должны 3. Должны. Нет. Должны. Спорим? Спорим. Ой, хлопцы. Давайте я так вам поясню, чтобы вам зрозумело было, да? На задачке. На прикладе. У мальчика Вовы было 3 яблука. Ну. Так? Він отдав їх мальчику Віті. Тут повинен був поделитись зі всіма. Але ж він їх заникав, поїхав до Вовы. І ось вони сидять у хаті у Вовы, жрут ці яблука. А ми повинні ці яблука віддать. Трохи дебільнувата задачка. Не здається? Так. Ми всегда вас кормили і поїли. Ви всегда зависіли від нас. Та ладно. О, Владимир Владимирович? Извиніть. А можете ще раз повторити, що ви казали? Ви всегда зависіли від нас. Ми всегда вас поїли і кормили. Послушайте, ми пішли к вам на уступки. Разрішили розділити виплату долгу на три части. А ви нам що прислали? Хоч що от це таке? Хлопці, ми теж пішли вам на зустріч. Розділили нашу відповідь на три частини. Все перше. Будуть ще дві. Так, пожалуйста. Ознакомьтесь с документами. О, можна ми не зробити ще пару копій таких? Ми вам кожний день отсылаєм такі кипи документів. Я не понимаю, ви що іми, топите, що ли? А ти не такий дурний, як здаєшся? Послушайте, ми ж можемо і по-плохому поговорити. А, ви хочете по-плохому? Ну, можемо і по-плохому. Контрол-шифт. Так, Україна вводить мораторий на все выплаты по еврооблигациям до полной стабилизации экономической ситуации в країні і відміне техніческого дефолта. А суверенність за должності буде підтверджена тільки після верификації всіх емисіонних документів. Я ж чого на яблоках і пояснював, хлопці? Послушайте, ми ж можемо і в суд подати? Хлопці, я не юрист, але я вам скажу, що діло проіграшне. Виграти його можна, але тільки в одному суді в світі. В каковому? Печерському. По-моему, ми просто з вами теряємо время. О, до речі, давайте закруглятись, потому що мене іще в мавзолій хочу подивитися на лежачого вашого вождя там. Що, ви Ленина не видели? А у вас там іще Ленин. Давайте так, зараз кинемо монетку. Якщо орел, то ви забирайте. Якщо орешка, то, извиняйте, бананів нема. Є монетка? Да, пожалуйста. Давайте, давайте. Зараз швиденько, швиденько, часу немає. О, дякую. Так, ну все, готові? Опа! Опа! Ну і що це значить? Що значить? У вас рубль упав, хлопці. Що випало? Що випало? Орел. Ще раз, вибачайте, хлопці. Пиду ваша взяла. О, ой ты. Ще раз, звиняйте. Звиняйте. Так, я надеюсь, це все пересчитати не придется. То есть, получается, вони нам все три части Бога вже вернули. Для любого мужчину страшнее всего не його похмелье, а похмелье його жены. І так, представте, утро 9 марта. О, господи, як воно нехорошо. О, пить хочу, так, пить хочу. Пить хочу. Пить хочу. Пить хочу. Пить хочу. Хоча нибудь есть. Извини, дорогая. Женя. Женя. Да, Мариночка, да. Женя, ответь мне на два вопроса. Че ты меня боишься? И шо со мной такое? Мариночка, ты вчера напилась? Я так понимаю, что это ответ на оба вопроса. Я так понимаю, что это ответ на оба вопроса. Вот как же так получилось, а? Я же практически не пью. Мариночка, это я виноват. Это я тебе дал эту конфетку с ликером. Шо там будет с одной конфетки? Шо там будет с одной конфетки? С одной, может, и ничего. Ну, с двух, сколько я их там съела? Пять. Ну, пять, подумаешь. Пять коробок, Марина. Мне же столько сладкого нельзя. А ты не переживай. Ты только первые конфетки так съела. А потом ты раскусывала и шоколад выкидывала. Женька, а я ничего никому лишнего не наговорила? Не наговорила, Мариночка. Слава Богу. Ты наделала. А чей это галстук? Это твоего начальника, Николая Петровича. Я так полагаю, что уже бывшего начальника, да? А где он сам? Выпрыгнул в окно. Да ладно. У нас девятый этаж. Мариночка, обрати внимание, мы не в своей квартире. Ты просто вчера предложила нашим соседям обменяться квартирами. Конечно, свою трешку. Согласились вот так просто поменять на нашу однушку. Сначала нет. Но потом вы так четко все аргументировали, что мы поняли, что это наш единственный выбор. Мы забыли поздороваться. Здороваться. Здравствуйте, уважаемая шальная императрица. Жень, а я что, вчера пела свою любимую песню, а? Шестьдесят семь раз. Шестьдесят восемь. Ну ладно, я понимаю, они поменялись, но диван-то наш. Диван это мы перетащили. Вы сказали, вы без него никуда, потому что у вас там заначка. Так и шкаф наш. А вы точно не помнили, где именно у вас заначка? А? Боже, как неудобно. Женька, получилось ужас какой-то. Вы меня извините, пожалуйста. Все в порядке? Все нормально. Женя, ну ты же знаешь, чтобы меня обезвредить, нужно вызвать полицию. Я вызывал, Мариночка. И шо? Здравия желаю, гражданка и императрица. А это тоже я? А че ж ты не вызвал подкрепление? Я вызвал, они приехали посмотреть. О, а зачем они выложили из патрульных машин слово извините? Вы просили выложить и извините за беспокойство, но патрулей не хватило. Ни одна вы вчера празднула. Женька, а шо это вот это за коробка? Ой! Кто там? Мариночка, это ты пыталась нашего Лешеньку отправить к бабушке в деревню. Лешенька, сынок, с тобой все в порядке. Мамочка, я выучила стихотворение, которое мы с тобой вчера учили. Вот видишь, мать, хоть шо-то хорошее сделала все-таки. Расскажи, сыночка. Сергей Николаевич Шнуров. На лобутенах. Не надо. А зря вы его остановили. Он вчера с таким выражением рассказывал? Даже с выражениями. А потом, Мариночка, ты сделала татуировку. Я? Где? Не здесь. Да ладно? Лешенька, покажи. Не забуду, мать родную. О, мать моя женщина. А эта фраза на второй руке. Это, надеюсь, все? Нет, не все, Мариночка. Сынуля, покажи спинку. Что это такое, Жень? Лес, горы, купола. Это рисунок нашего сына. А, вот вижу, вижу. Смотри, Генлешенька, четвертый Г. А где солнышко? А два дерева. А два дерева. Лешенька, сыночек, а мы с тобой больше ни во что не играли. Играли, мамочка, в черный плащ. Бесовская игра, бесовская, ух, бесовская. А что в нашей квартире делает батюшка? А ты захотела, чтобы он меня снова покрестил? Что значит снова? К до батюшки раввин приходил. Ой, сыночек, иди в свою комнату. Женя. Мариночка, главное, не иди в ванную. Я тебя прошу, не иди в ванную. Чё ты боишься? Марина, пожалуйста. Чё ты боишься? Я не поняла. Ладно, идём в ванную. Пожалуйста. Идём в ванную. Дина. Шо в нашей ванной делал медведь? Он тебе надоел. И ты его там закрыла. А как он туда попал? Его вызвал твой зять. Ах, ещё зять приходил. Вот какая прелесть. Да, вы с ним играли в твою любимую игру. В какую? В дартс. Зячок, я выиграла. А что было дальше, вот мне интересно? А дальше, Мариночка, ты дралась. С кем? С кем? Мама моя! Это же самый сильный человек планеты, люди! Теперь цей титул ваш императрица. Я боюсь спросить, Жень, что было дальше? Дальше ты позвонила в администрацию президента. Я звонила Петру Алексеевичу. Да. Зачем? Поблагодарить за конфетки. Женя, мне нехорошо. Это была таблеточка, господи. Да, сейчас. Сейчас, секундочку. Конфетка. Она же с ликером. Что там будет с одной конфетки? С этого вчера все началось. Го-Ля-Го-О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот подходит к концу наше шоу Или к шоу подходит конец Пусть у всех будет все хорошо Хорошо будет все наконец Наш юмор самый народный И нет у него границ Мы шутим легко и свободно Ради счастливых мисс Все это дизель-шоу Все это дизель-шоу Все это дизель-шоу Все это дизель-шоу Дизель-шоу Это шоу для тех, у кого есть телевизор Дизель-шоу На наши концерты не требуют визы Дизель-шоу Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри мне эфира Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова